Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас очень многое решала жеребьевка Тренеры голову сломали, как перехитрить соперников Посчитали разницу Выигранных и проигранных партий Она была не в нашу пользу И решили пойти на трено Ну и как показал матч, оказались правы Матч открывали Владимир Самсонов С восходящей звездой немецкого тенниса Патриком Франциской Начало нервное и Владимир проигрывает стартовый сет 7-11 Но затем при бешеной поддержке переполненного зала Устраивает оппоненту показательную порку 11-5 и 11-3 Четвертый сет для немца не стал легче 5-5 на подаче Самсонов И вот ошибается немец Владимир выходит вперед Вел он в начале партии 2-0 Потом немец догнал и перегнал И вот инициативой Завладел Владимир 6-5 И вынуждены тренеры Баруси взять таймаут Дани Хейстер Опытный, хитрый тренер Знаем мы его Не случайно сегодня Вот он поменял жеребьевку В расчете на то, что Очевидно, что вторым номером Будет выступать Тима Бол А уж он-то Сейчас в блестящей совершенно форме И очко даст А там уже как кривая вылезет Эти соперники уже встречались В самом первом своем выходе В финал Лиги Чемпионов Факел встречался как раз с Барусией Это было в 19-м году В Дюссельдорфе Барусия взяла верх Со счетом 3-0 И приехала в Оренбург Конечно в рамке безоговорочного фаворита Бол сразу же обеспечил результат И соперники спокойно доиграли Наши тогда домашние встречи взяли верх 3-1 Но по сумме двух встреч Первая попытка наша оказалась серебряной Зато потом Факел два года подряд Завоевывал трофей В прошлом году мы знаем Помним Обиднейший, обиднейший финал Могли все в наших руках было На тоненького держалось И все-таки Уступили мы Шартру По сумме двух матчей И вот второй подряд Выход в финал Нашего клуба Вообще о чем я говорю Какой второй пятый подряд Выход в финал Ай-яй-яй-яй Сетка сейчас сыграла не за нас 6-6 Напряженнейший поединок Нервы на пределе Это только у зрителей А что творится со спортсменами Какие опытные бы они ни были Но мы видели Как в начале Стартового Стартового сета Волновался Самсонов Ошибся при подаче И тем же ответил ему Во втором сете Франциско Несколько Допустив несколько детских ошибок 6-6 На подаче Наш соперник 7-6 7-6 Ладин выходит вперед На подаче немца И промахивается мимо Края стола немец 8-6 В трех мячах От победы в матче Владимир Ой, боюсь загадывать Отлично Усложнил очевидно Так по прием подачи Для своего соперника Самсонов Что-то просто на приеме Ошибся 9-6 10-6 Матч-бол Матч-бол у Самсонова Четверной матч-бол Одно очко ему надо набрать А немцу придется тогда Если для победы То 6 И вот оно победное очко Владимир выигрывает Четвертый сет И за счетом Триадзи выиграет свой матч Послушайте, что творится на трибунах Ключевой момент Вторая пара Дмитрий Овчаров Тима Бол Встреча двух лидеров Сильнейшей в Европе сборной Германии Шестого и седьмого номеров Мирового рейтинга В первой партии Дмитрий повел 3-0 Но затем Тима Совершает непостижимый рывок 9-0 Чем отвечает Овчаров Набирает 7 очков подряд В концовке На больше-меньше Побеждает наш немец 12-10 Не менее напряженная Вторая партия 11-9 Пользу Дмитрия Третий сет стал последним Трудно даже представить Что бы он не зацепит Ни одного сета Но вот в третьем Он проигрывает Уступает пока Во всяком случае 5-7 Отлично Отлично 8-5 Очень хочется похвалить Дмитрия Но страшно Чтобы не сглазить Чтобы не сглазить Ай-ей-ей-ейχ Чуть-чуть не дотянулся сантиметры 8-6 и будет подавать боу Виктор Собидзал в центре настольного Дониса всего лишь 4-5 человек поддерживают наших гостей Дмитрий вынудил его это сделать 9-6 Ай как здорово 10-6 и четверной матчбол у Дмитрия при счете 2-0 в третьем сете он ведет 10-6 нереально чтобы спасти эту партию Болу нужно набирать 6 очков подряд Ай разочарованно выдохнул весь зал потому что мы ждали уже гнали Дмитрия к победе 10-7 но теперь тройной матчбол Дмитрий делает это 11-7 в третьем сете 3-0 3-0 у Бола и Байкел придет в счете 2-0 Дима мы что-то не очень поняли 3-0 у Боля что-то не понимать это не первый раз это не главная встреча сегодня была вся команда сегодня с первого мяча до последнего фантастика что мы сегодня завершили я очень-очень я рад быть частью этой команды в третьем поединке Алексею Смирнову противостоит вице-чемпион Европы Панайотис Геонис встреча из разряда валидольных первый сет за Греком 11-9 Смирнов берет два подряд 11-7 и 11-6 и уступает четвертый на больше меньше 10-12 по ходу решающего пятого сета Алексей горит 3-6 далее из области фантастики Грек больше не выиграл ни одного очка 7-6 впереди Алексей Смирнов хорошенький рывочек такой 4-0 атакует Алексей а хорошо 8-6 8-6 Алексей ведет уже два очка но мы помним предыдущий сет когда он вел 9-6 и все-таки дело дошло до больше-меньше и он уступил 12-10 8-6 как близко как волнуются болельщики очень неудобен этот игрок греческий вице-чемпион Европы 13 этого года Алексей 4 года у него не выигрывал очень плохая статистика вот личных встреч в пользу Грека отлично отлично не попадает в стол Гионис 9-6 ну вот картинка как в предыдущем четвертом сете но здесь пятый сет все решается следом готовы уже выйти к столу четвертая пара это будет Самсонов и Боу и сетка сыграла за нас 10-6 четверной матч Боу как и у Самсонова в первой партии как у Авчарова во второй партии против Боу 10-6 они вели не доводили дело до победы 10-6 в одном мяче от победы Алексей Смирнов в одном шаге от кубка плоско играет и сетка есть кубок наш «Смирнов» Играет музыка. Играет музыка. Тима вообще, Тима более 3-0. Разбомбил, просто молодец. И Леха в последнее время играл не так хорошо, но сегодня, в общем, показал на самом деле, как он может играть. И, естественно, фантастический матч и день. И я надеюсь, что все очень рады за нас и все получили огромное удовольствие. Факел, буквально совершив спортивный подвиг, в третий раз в своей истории становится обладателем главного худного трофея Старого Света. Выдающийся результат. Захватывающие поединки всегда в настольном теннисе. Я спокойно не могу это смотреть, но горжусь, что наши ребята победили. Мы очень рады, что ЕТТУ с таким огромным победителем. И в Европейском союзе настольного тенниса очень взволнованы этой приятной победой. Очень хороший клуб и замечательный матч. Всего неделю назад Факел Газпром в седьмой раз выиграл чемпионат страны. Причем в финале получилось похоже. Уступив УГМК в первом матче 3-4, во втором Оренбургский клуб добился нужного результата 4-2. Теперь вот Боруссия. Пять лет назад немцы выиграли у наших кубок чемпионов по сумме двух финальных встреч. Сейчас мы вернули должок. Выиграв два самых важных титула подряд, Факел показал, что на данный момент он сильнейший клуб в России и Европе. Нынешняя программа завершена. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы!